Привет, ты слушаешь АВП. В моих руках градиентный смартфон с фулл вью экраном, двумя камерами, мощной начинкой, отличной комплектацией и неплохой оболочкой. Но кого это может удивить в 2K19? Тем не менее, удивлять есть чем. Это Tecno Pop 2S, и стоит он дешевле 7000 рублей. Да ладно! Устройство позиционируется как надежный смартфон с ярким дизайном для практичных людей, которые не любят переплачивать за бренд. Заинтересовал? Тогда не поленись поставить лайк и подписаться на канал. Больше лайков, больше крутых гаджетов мы сможем с вами заценить. На этом канале я распаковывал уже достаточно много устройств, но Pop 2S меня удивил. Комплект просто бомбически богаче, чем у многих современных флагманов. Конечно, это сам смартфон с уже наклеенной пленкой, блок зарядки на 5 вольт и 1,2 ампера, кабель microUSB, гарнитура, чем-то напоминающая, сами знаете что, ультратоповый чехол с текстурированным задником и заглушками для разъемов. Конечно же, куча макулатурки и все это, напоминаю, стоит дешевле 7000 рублей. Чтобы я больше не напоминал, зайдите в описании к видео и сами убедитесь. Внешность штука субъективная, но тут уверен, многие со мной согласятся, это красивый смартфон. Градиентный переход из пурпурного в малахитовый, или лазурный, или из фиолетового в зеленый. Напишите в комментариях, пожалуйста, свои варианты. Несмотря на то, что это пластик, в руке лежит очень приятно. А вот на столе не очень. Камера без чехла немного выпирает, но вполне себе имеет право, знаете ли, двойная камера с AI, HDR, Bokeh разными улучшайзерами. Основной модуль 13 мегапикселей, диафрагма 1.8, плюс камера для создания Bokeh. На экране вы видите примеры фоток, и давайте я не буду в очередной раз напоминать о цене. Ведь снимает Tecno Pop2s не идеально, но гораздо лучше, чем можно было ожидать. Видео можно охарактеризовать примерно так же. Максимальное разрешение Full HD 30 кадров в секунду. Как вы могли заметить, сканера отпечатка пальцев здесь нет. Но есть сканер лица, и работает он, на удивление, не хуже, чем в моем Xiaomi Mi 9. Спасибо за это фронталке на 8 мегапикселей с апертурой 2.0 и внезапно вспышкой. Примеры опять же на экране, и это шок. Качество без преувеличения отличное. Можно размыть фон, применить красивости и снять видео в Full HD. Плавненько перешли к лицу смартфона. И тут у нас Full View 5.5 дюйма, разрешение 1440 на 720 пикселей. IPS, хорошие углы обзора, цвета насыщенные. На солнце яркости немного не хватает, но вспомним то, о чем я обещал больше не вспоминать. Еще из конструктивных особенностей, задняя крышка съемная. Под ней не съемный аккумулятор на 3050 мАч. Держит заряд долго, при постоянных тестах, играх и съемках полный день с большим запасом. Если использовать в обычном режиме, то можно вытянуть целых 2 дня. Здесь же можно вставить флешку до 128 гигабайт и 2 сим-карты. За работу Tecno Pop 2S отвечает процессор Helio A22. 4 ядра с частотой 2 ГГц. Память оперативная 2 ГБ, постоянная 32 ГБ. Также в наличии 4G и внезапно Bluetooth 5.0. Операционная система Android 9 плюс HiOS 5. Собственная оболочка компании. Обновления прилетают по воздуху довольно часто. В целом, к оболочке за время использования претензий не возникло. Даже наоборот. Поддерживаются жесты, есть настраиваемый статус бар, которого мне теперь сильно не хватает на Xiaomi Mi 9. Вообще, в целом, мне показалось, что HiOS это удачное совмещение всего самого лучшего из MOI и MIUI. Плюс добавление своих фишек, типа того же статус бара и лаборатории батареи. Конечно, случаются подтормаживания, а тяжелые игры могут долго запускаться. Но каких-то диких фризов и уж тем более багов не наблюдалось. А все потому, что в Antutu мы имеем 63 с половиной тысячи баллов. Что дает нам шанс на игровой тест. В качестве подопытных я взял 5 проектов разной тяжести. И начну с малого. Одмар. Милая история про викинга. Довольно легкий по своим требованиям платформер. И техно Поп 2С справляется с ним без напряга. Никаких лагов, все работает плавно, управление четкое. Следующий кандидат, сетевой шутер Guns of Boom. Выглядит превосходно, играется так же. Нет даже намека на тормоза и лаги. Конечно, это не очень требовательный проект, но показательный. Сетевые шутеры, как правило, имеют отличную оптимизацию. Shadow Fight 3 работает на средних настройках графики. Повышать даже не пытался, потому что и так все выглядит неплохо. Ожидаемо, работает все отлично, играть комфортно. Ожидал, что уже на этом этапе будет нагрев. Но нет, легкое тепло и не более. Darkness Rises. Одна из самых красивых мобильных игр на сегодняшний день. Настройки выставлены на среднем значении, но игра все равно выглядит прекрасно. И что самое главное, работает без нареканий. Беспрерывное тестирование проходит уже более часа и только сейчас начинает проявляться нагрев. Но дискомфорта это пока не вызывает. Закончим на великой и могучей PUBG. Настройки минимальные, случаются редкие подлагивания. Но занять первое место и сделать 12 киллов мне это не помешало. Играть комфортно, нагрев слабый и это реально шок. Смартфон за эти деньги вывозит большинство современных игр, пусть и на минималках. Как такое возможно? Что в итоге? Сложно передать словами мое удивление. За 7000 рублей я ожидал получить логучее нечто с камерой уровня 0,3 мегапикселя. И единственной функцией в виде звонилки. На деле же это отличный смартфон с фишками, которые встречаются у телефонов в 2 раза дороже. Реальных конкурентов в этом сегменте сложно найти, как бы я ни пытался. Если вы оказались внимательнее меня, напишите более годные смартфоны в комменты. Конечно можно придраться ко многим вещам. Bokeh работает не всегда четко, система временами подлагивает, NFC нет, корпус пластиковый, процессор не Snapdragon 855. Но если без шуток, Tecno Pop 2S самый сбалансированный смартфон в своем сегменте. Если видео понравилось, ставь лайк. Если нет, дизлайк и пиши, что не понравилось. В следующий раз постараюсь это исправить. Больше лайков, репостов и подписок, больше крутых игр и гаджетов я смогу вам показать. А на этом не прощаюсь. Впереди вас ждет пара интересных видосов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok